Каждое пятое-шеестое ДТП в области происходит по вине пьяных водителей. Такую неутешительную статистику привел начальник областного управления ГИБДД Дмитрий Костерин во время пресс-конференции. Сотрудники ГИБДД констатируют, с каждым годом водителей, севших за руль состояние алкогольного опьянения, меньше не становится. Об этом свидетельствуют массовые проверки автолюбителей, которые проводят как в будни, так и в выходные. В этом году, хотя и сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей, стали серьезнее последствия таких аварий. Погибло в полтора раза больше людей. Свежий пример. В субботу водитель на станкостроителе, время в 10 часов утра, сбивает пешехода на улице станкостроителей. В 10 часов утра состояние опьянения 1,44 мг на литровых дыхаем воздуха. То есть это просто беспробудное пьянство. Понимаете, вот эту ситуацию в корне каким-то образом надо переломить. За минувшую пятницу и два выходных дня оформлен 61 водитель в нетрезвом состоянии. По мнению Дмитрия Костерина, необходимо ужесточать ответственность за езду в пьяном виде, вплоть до уголовной. Ключевой причиной в нашумевшем ДТП, где погиб американский путешественник-велосипедист, также стал алкоголь в крови водителя. Этот водитель был на выходном дне, потом появился заказ везти рыбу из Костромы. Он уехал туда, в Кострому. Где он принял алкоголь, мы только можем догадываться. Но, по всей видимости, будучи на выходном дне, уже в Иванове, наверное. А может и в Костроме. Ну, здесь нельзя пока говорить, потому что идет расследование этого уголовного дела. И потом, значит, он уже, двигаясь здесь по дороге в Галчаново, не справился с управлением, а, естественно, повлиял алкоголь, как мы понимаем, и совершил уже наезд на нашего вот этого велосипедиста. То есть, опять мы говорим о том, что есть состояние алкогольного опьянения. Остановить от правонарушений ивановских водителей могут только комплексы видеофиксации нарушений. В ГИБДД планируют установить дополнительные средства фиксации нарушений, которые позволяют отслеживать проезд на запрещающий сигнал светофора и заезд за стоп-линию. Оборудование на данный момент передано в областное управление информатизацией. Журналисты поинтересовались, когда же оно будет установлено. На сегодняшний момент из 45 миллионов, то, что выделено на развитие, освоено пока управлением по информатизации 8 миллионов рублей всего. Поэтому я бы хотел, чтобы вы как раз задали вопрос управления информатизацией в лице товарища Калмогору. Когда же мы получим эти средства? Потому что пока нас кормят обещаниями на сегодняшний момент. Также в ГИБДД ждут от управления информатизацией, когда поменяют расположение стационарные комплексы видеофиксации на Шереметьевском проспекте и улице Лежневской. Там они свою функцию по снижению нарушений выполнили и могут быть использованы более эффективно в других аварийных точках города. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков.